Живопись, музыка, поэзия. Переплетение звуков, переплетение творческих судеб. Понять, почувствовать, услышать. Очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой. Иерусалим. Когда произносишь это слово, вот у меня сразу же оно вызывает какую зрительную ассоциацию? Это вид на храмовую гору с золотым куполом мечети Скалы. И это естественно и объяснимо, потому что расхожая фраза «Иерусалим – город трех религий» как нельзя лучше ассоциируется именно с этим видом Иерусалима. Именно в Иерусалиме находятся самые главные, самые существенные для представителей трех религий святыни. Конечно, для иудеев, конечно, для христиан и мусульман. И поэтому, вероятно, я думаю, нет ни одного человека, ни на Востоке, ни на Западе, который бы не слышал об этом городе. Ведь христиане тех или иных форм христианства, они составляют 33% всего населения планеты. Это 2,5 миллиарда людей. Мусульман – 1,5 миллиарда. И, конечно, все, что связано с историей, с поклонением именно верующих этих конфессий, связано с Иерусалимом. Как я уже сказала, и безусловно, и прежде всего иудеев. Но вот какая драматургия история. А вот иудеев-то в мире насчитывается не более 14 миллионов человек. Хотя именно иудеи в XI веке, когда заняли и провозгласили столицей Израильского царства, а потом иудейского этот город, и сделали его особым центром поклонения, почитания и торжества. Само название, вернее, вот этимология, то есть смысл этого слова – Иерусалим или Ирушалем. Это древнее шумерское слово, оно переводится учеными как «закладывать краеугольный камень». А, соответственно, на Иврите шалом – это мир. И таким образом Иерусалим, Иерушалем переводится как «город мира», как «обиталище мира», что, естественно, подтверждается тем, что я только что сказала выше, о том огромном значении, которое имеет для огромного числа населения нашей планеты этот город. По легенде ветхозаветной, согласно Библии, под предводительством царя Давида был завоеван этот город Иерусалим Ивусеев, это доеврейское население Иудея, и с тех пор, с XI века до н.э., он стал городом особым для иудеев. Не только потому, что это была столица их государства, но и потому, что именно туда Давид приносит ковчег завета. Ковчег завета – самое сокровенное, самое почитаемое в иудействе понятие, поскольку ковчег завета, в свою очередь, хранил каменные скрижали, на которых с двух сторон были высечены заповеди, данные Богом Моисею, заповеди, которые олицетворяют, с одной стороны, связь Бога иудейского народа, а с другой стороны, являются книгой, книгой жизни, по которому предписано, должно жить иудейскому народу. Давид в легендарном образе, в сознании – это царь, буквально, идеал. Но мало того, что он был удивительно красив, силен, красноречив, он великолепно играл на лире, Традиционно считается, что он является автором псалмов. Но он был и мудрый правитель, завоеватель, и, как я уже сказала, именно ему принадлежит эта историческая роль сделать из Иерусалима центр религиозного почитания и преклонения. Но он не успел построить Иерусалимский храм. Но он очень многое сделал, принося огромные богатства этому городу, для того, чтобы его сын Соломон построил чудо света. И Соломон строит Иерусалимский храм, который на многие столетия, тысячелетия, стал образцом совершенства архитектуры. Ну, представьте территорию, на которой строится Иерусалимский храм. Это практически, если не пустыня, то рядом с пустыней. Выезжаешь и теперь из Иерусалима, сразу же начинается Иудейская пустыня. Что самое ценное на такой территории? Конечно, дерево. И вот из дерева, из особых видов кедра Соломон строит свой храм. Он украшает храм золотом, серебром. Он такие делает замечательные основания для этого храма, что, казалось, он простоит вечно, он строит для последующих тысячелетий. И надо сказать, что когда строительство закончилось, которое продолжалось семь лет, и строили его, как гласит легенда, больше тридцати тысяч израильтян, больше ста пятидесят тысяч хананеев, и только одних надсмотрщиков при строительстве этого храма было больше трех тысяч. Так вот, когда закончил строительство этого храма Соломон, он произнес молитву, которая включала такие слова. «Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. Я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать тебе вовеки». Но, о, мудрый Соломон, как он ошибся! Уже в VI веке до н.э., то есть через почти 500 лет после строительства Соломона этого храма, он был разрушен до основания. Но выходоносором и большинство жителей Иерусалима были уничтожены, а те, которые остались в живых, были взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонию. Но самое страшное, что именно в это время был утрачен Ковчег Завета. Вот с теми скрижалями десяти заповедей, которые Господь через Моисея дал еврейскому народу. Конечно, вы знаете, вот эти ветхозаветные события, образы, они всегда были максимально притягательны для поэтов, писателей. Я думаю, что особенно вам хорошо известны целые циклы поэтов нашего Серебряного века. И в том числе есть замечательные стихотворения Бунина, посвященные поэтической интерпретации этого. И я хочу одно из них, которое называется «Трон Соломона», прочитать. На письмена исчезнувших народов, похоже, руны времени-значки. Вдоль старых стен и полутемных сводов, где завелись точильщики-жучки, царь Соломон повелевал ветрами, был маг, мудрец. «Недаром сеял я», — сказал Господь, «Какими же дарами венчать тебя царь, маг и судья?» «Сев славных дел, венчает солнце слабый», — ответил царь. «Вот гении пустынь покорны мне, но гении лукавы. Они не чтут ни долга, ни святынь, трон мудрости. Я им велел построить, но я умру, и, бросив труд, в гиржас уйдут они. Ты мог мне жизнь устроить? Сокрой от них моей кончинный час. Да будет так», — сказал Господь. «И годы текли в труде, и был окончен трон из яшмы древней царственной породы. Из белой яшмы был изваян он. Под троном львы, под троном кондор горный на троне царь, А ты сокрыл творец, Что на копье склоняется В упорной глубокой думе Высохший мертвец. Но рухнет он, Древко копья из кедра, Оно как сталь, Но уж стучат жучки, Стучат, стучат, И рассыпают щедро Зловещие Могильные значки». Вот этот ужас потери храма Соломона, я думаю, прекрасно передает стихотворение Бунина. Храма, который, как я уже сказала, он и после своего разрушения, тысячелетия, оставался образом совершенства. В этом смысле достаточно вспомнить, что Исаак Ньютон, которого, я уверена, все мы прекрасно помним по его законам, которые мы проходили и заучивали в школе, так вот он был озадачен тем, чтобы вывести алгоритм, во-первых, пропорции этого храма, потому что он считал, что это есть отражение строения совершенства Вселенной. И он этому посвятил очень многие годы своих изысканий. И вот только через почти сто лет был построен Второй Иерусалимский храм. Насколько значимо вообще строительство и существование храма для иудеев и первого, и второго свидетельствует тот факт, что исторические периоды, они иудеями делятся на в основном несколько, два из которых принципиально важных так и называются время первого Иерусалимского храма и время второго Иерусалимского храма. Второй Иерусалимский храм, он просуществовал довольно долго, разрушаясь, восстанавливаясь, и вот после того, как в 37-м году до нашей эры Иерусалим был захвачен Иродом Великим, он начинает восстанавливаться просто в гроздиозных масштабах. Прежде всего, Ирод Великий, который нам известен своим вот этим прозвищем Великим, не потому, что он совершил великие дела, хотя, конечно, и восстановление Иерусалимского храма это существенная в его биографии положительная страница, но вот он Великим был назван по величайшим преступлениям им содеянным, и в том числе именно Ирод приказал учинить избиение младенцев, когда услышал о том, что будет рожден новый царь иудейский. Ирод приступает к восстановлению Иерусалимского храма, и для этого он делает гигантской, гигантской совершенно, плоскость храмовой горы, вот той храмовой горы, на которой теперь стоит опять-таки не Иерусалимский храм, а мечеть скалы под золотым куполом. Можете себе представить, вот сейчас пространство этой храмовой горы составляет больше 20 футбольных полей, больше 20 футбольных полей, и Иродом начинают возводиться огромные стены для укрепления этой плоскости, и в том числе возводится стена, которая сохранилась до сих пор, западной части этой храмовой горы, и вот храм, построенный, восстановленный Иродом, он разрушен был опять до основания, в 70-е годы уже нашей эры. В 70-е годы он был разрушен полностью, но осталась только западная часть этой стены. А вот храм, который воздвиг Ирод Великий, именно он свидетель всех основных евангельских событий, которые происходили в Иерусалиме с Иисусом Христом. Я опять хочу вернуться к поэтической интерпретации уже христианской истории иерусалимской и прочитать стихотворение Бориса Пастернака. Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осаны навстречу гремели, бежали с ветвями за ним, одни все грознее и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот послесловие, конец. Свинцовую тяжестью сею легли на дворы небеса, искали улик фарисея, юля перед ним, как лиса, и темными силами храма он отдан подонкам на суд и с пылкостью той уже самой, как славили прежде клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, толклись в ожидании развязки и тыкались взад и вперед и полз шепоток по соседству и слухе со многих сторон и бегства в Египет и детства уже вспоминались как сон. Припомнился скат величавый в пустыне та крутизна с которой всемирной славой его соблазнял сатана и брачное пиршество в Кане и чудо давящийся стол и море которым в тумане он к лодке как посух ушел и сборище бедных в лачуги и спуск со свечой в подвал где вдруг она гасла в испуге когда воскрешенный вставал вот всего несколько строчек Пастернака а как вся трагедия жизни Христа евангельская она в такой образной в такой исключительной сути раскрыта перед нами ну я уже сказала что в 70 году нашей эры при подавлении иудейского восстания против римлян это восстание вошло как первая иудейская война храм иерусалимский был разрушен и от него осталось только вот эта западная стена которая у евреев ассоциируется с первым храмом построенным Соломоном и они туда приходят и оплакивают эти разрушенные первой второй и построенный Иродом плач из конечно иронии уже мусульманами эта стена западная храмовая она была определена как стена плача что в общем-то отражает суть происходящего и вошло уже в историю только после того как Иерусалим был захвачен турками при Сулеймане Великом получили евреи право как впрочем и христиане и мусульмане одновременно надо отдать должное удивительной политике Сулеймана великолепного это 16 век как я уже сказала так вот они получили право приходить в город и молиться перед этой западной стеной которая по их представлениям сохранила святость прошлого первоначального храма что теперь происходит в Иерусалиме я думаю что наверное вы хорошо знаете потому что довольно часто Иерусалим звучит как город с большими политическими проблемами в наших новостях официально Иерусалим представляет столицы двух государств Палестина это восточный Иерусалим а западный Иерусалим это столица Израиля но в декабре 2017 года Соединенные Штаты официально признали Иерусалим столицей Израиля соответственно конечно это имело очень сложную систему политических отношений реакций и конечно это неминуемо конечно это неминуемо потому что вот то маленькое пространство которое занимает Иерусалим оно занимает так много по значению и сути для огромного но противоположного в своих мировоззренческих устремлениях населения земли вообще Иерусалим это удивительный город еще и музей там такого высочайшего профессионального класса музея с таким удивительным по составу музейными предметами что когда я думаю об этом у меня каждый раз возникает такая идеалистическая мысль как хорошо бы было сделать из всего этого пространства города город музей музей вообще первоначально понятие которое переводится как обучение первоначально вот чтобы мы вне зависимости от своих мировоззренческих взглядов которые отражаются в религии служили только одному истории памяти ну конечно это невозможно это так разговор что называется в пользу бедных и сейчас когда я думаю о современном состоянии Иерусалима мне все чаще вспоминается песню которую создает довольно уже давно Юрий Ким и Дашкевич они интерпретируют слова 136 псалма а исполняет эту песню Елена Камбурова она естественно на русском языке очень понятной и доходчиво соединяет все страдания все надежды которыми охвачены были иудеи находясь в вавилонском рабстве они плачут объясняя почему они не могут танцевать петь смеяться каждый раз когда я слушаю эту незатейливую по мелодии интерпретации текста песню я думаю как хорошо бы чтобы все-таки настало время когда умиротворенный Иерусалим дал возможность без конфликтов петь смеяться играть так многим которые обожают этот город которые преклоняются перед ним и которые не представляют своего существования и естественно существования многих уже цивилизаций без этого города Иерусалим город мира очерки с искусствоведом Ольгой Васильевой Иерусалим Иерусалим